Привет, с вами Антон Ким, CityChess, и в этом видео мы поговорим о варианте Найдерфа в социлянской защите. Итак, начинается с ходов Е4, Т5, конь Ф3, белые готовятся играть Д4, черные играют Д6, берут под контроль поле Е5, белые играют Д4, СД, конь Д4, конь Ф6, нападаем на пешку Е4, конь С3, белые пешку защищают, и здесь у черных есть, например, ход, который ведет к варианту Дракона, G6, или ход Е6, который ведет к Севенингенскому варианту, а здесь ход А6, который ведет к варианту Найдерфа. И, казалось бы, такой простой ход ведет к такому большому варианту, к такой большой игре, и считается одним из самых сложных дебютов в шахматах, его применяют многие сильные шахматисты, включая чемпионов мира, и этот вариант заслуживает, несомненно, самого-самого большого пристального внимания. Понятное дело, что в этом видео мы поговорим лишь об основах, об общих концепциях. Основная идея хода А6 и Д6 в том, чтобы в дальнейшем играть Б5 и Е5, это главные продолжения в этом варианте. Итак, что делать белым? Белых здесь множество продолжений, главное по базе партии это играть слон Е3, об остальных продолжениях мы чуть позже тоже поговорим. Итак, белые играют Е5, в этом был замысел хода Д6, теперь стоит вопрос, куда отступать коню. Поговорим сперва об основной ветке, а к основной ветке ведет ход конь Б3, черные играют слон Е6, и это очень важно, потому что поле Д5 в варианте Найдерфа считается ключевым, и часто борьба идет именно вокруг этого поля. Кроме этого, черные не дают выйти слону на С4, поэтому в этой ситуации белые играют Ф3, тем самым подкрепляя пешку Е4 и при этом не давая коню попасть на Ж4. В случае, если бы белые сыграли ФД2, они таким образом провоцируют сыграть нас конь Ж4, и если черные купятся и пойдут конь Ж4, то в общем-то получат худшую для себя позицию черную, потому что следует слон Ж5 и, скажем, на Ф6 слон наступает на Х4, Ж5, например, слон Ж3, Х5, пытаемся где-то поймать слона, но после простого хода Х3, например, конь Х6, Ф3, Х4, напали на слона и слон Ф2, и выясняется, что у белых просто выиграна стратегическая позиция, потому что королевский фланг ослаблен, белые сейчас делают 3-0, у них серьезное давление, два мощных слона, и, в общем-то, даже не ясно, что сейчас делать черным, поэтому после хода ФД2 лучше просто продолжать развитие, например, конь БД7, но возвращаясь к ходу Ф3, теперь играют черные слон Е7, ФД2, черные делают 2-0, 3-0, и выясняется, что борьба будет интересной, разносторонние рокировки, и какие могут здесь быть планы. Главная идея белых атаковать на королевском фланге, черные будут атаковать на ферзевом фланге. Итак, рассмотрим основные продолжения, конь БД7, идея перевести коня на С4, белые начинают атаку ходом Ж4, черные не спят, играют Б5, белые играют Ж5, нападая таким образом на коня, и черные не уступают, играют Б4, делают ответное нападение. Итак, что будет, если сейчас побить, например, коня, то тогда позицию упростится, после ЖФ следует БЦ, ФЦ3, конь Ф6, например, конь А5, с идеей попасть куда-то на С6, поэтому следует, например, ладья С8, скажем, конь С6, ФЦ7, висит конь, поэтому конь Е7 шаг, ФЦ7, и на доске возникает примерно равная позиция с обоюдными шансами, достаточно острая, и, наверное, это не на руку белым, потому что белые хотели бы обострить еще больше, и поэтому после хода Б4 они спокойненько отступают на Е2, теперь черный конь действительно в опасности, и черный играет конь Е8. Белые играют Ф4, с идеей продолжить давление, продолжить атаку, но черные им не уступают, играют А5. Белые играют Ф5, напали на слона. А4. Это все до сих пор теоретическая позиция, позиция обоюдоострая, любая неточность может привести к краху, что может последовать далее. Итак, основное продолжение здесь играть конь Б4, да, конь встает под пешку, под бой, и это очень даже удивительно видеть такие позиции в варианте Найдерфа, их здесь очень много. Итак, следует взятие конь Д4, потому что если бить слоном, то следует ход слон Ж5, и белые здесь проигрывают партию, поэтому конь Д4, скажем, Б3, подрывают пешечное прикрытие короля, черные, король Б1, профилактический ход, скажем, БЦ, конь С2. И здесь, как ни странно, возвращают долг сейчас черный, потому что у них номинально сейчас лишняя фигура, но они играют слон Б3, таким образом отдают обратно фигуру, следует АБ, АБ конь А3, и примерно возникает равная игра, очень острая игра, и шансы есть здесь у обеих сторон, потому что король сейчас очень уязвим, пешка на Б3 очень-очень сильна, и вся контригра черных будет строиться именно за счет этого. В то же время, конечно, король черных тоже себя неуютно чувствует, потому что дальнейшие идеи и подрывы тоже у белых есть, и здесь выиграет тот, кто впервые доберется до короля. Вернемся к позиции, когда черные играют Е5 и прогоняют коня. Мы рассмотрели ход, когда конь отступает на Б3. Поговорим о ходе конь Ф5. Конь Ф5 плохой ход для белых, потому что, в общем-то, он позволяет черным перехватить инициативу после хода Д5. Таким образом выбивается опора из-под коня, и, в общем-то, играть белым так не стоило. Рассмотрим ход конь Ф3. После хода конь Ф3, в общем-то, белые не идут вот в эти непредсказуемые позиции, они играют более скромно, более спокойно. После этого черные могут сыграть, например, слон Е7, скажем, слон С4, готовясь сделать трокировку, например, 2-0, 2-0, и, по большому счету, перед черными здесь не стоит больших проблем. Скажем, после хода слон Е6, что делать белым? Белые могут побить, например, слон Е6, ФЕ, конь А4. Черные не дремлют, играют конь Ж4, напали на слона, скажем, ферзь Д3, защищая слона, конь Е3, ферзь Е3, Б5, конь Б6. Все-таки пробрались на территорию черных-белых. Ладья А7, вставая под такой вот рентген, конь Д5. Теперь нельзя забирать коня, так как теряется ладья, поэтому ладья Б7, и опять-таки, игра носит примерно равный характер. Шансы есть у обеих сторон, и, в общем-то, позиция достаточно интересная. Если вернуться к ходу рокировка, была бы ошибка сыграть Б5, потому что следует ход слон Д5, и после конь Д5, ферзь Д5, выясняется, что просто теряется ладья. Ну, а если после хода слон Е6 слон бы отошел на Б3, то после простого конь С6, например, ферзь Е2, например, конь А5, напали на слона, ладья ФД1, конь Б3, АБ, ферзь С7, тоже позиция носит примерно равный характер. Также стоит рассмотреть отступление коня на Е2, когда в этом случае, опять-таки, играют черные слон Е6, Ф4, подрывают, хотят подорвать наши пешки в центре белые, тогда конь Б7, например, Ф5, слон С4, конь С1, хотят разменять слонов белые, слон Ф1, ладья Ф1, слон Е7, скажем, конь Б3, Б5, атакуют на ферзьевом фланге черные, А3, конь Б6, конь отправляется на С4, и опять-таки возникает примерно равная игра с обоюдными шансами. Вернемся к позиции Феднайдерфа. Итак, мы рассмотрели ход слона на Е3, поговорим о ходе слона на Ж5. Тоже не менее острое продолжение, слон вышел на Ж5, главная идея просто ударить этого коня, сдвоить пешки, поэтому играют в Е6 черные, защищают таким образом коня. Конечно, здесь множество есть продолжений за белых, основной играть Ф4, с дальнейшим или Е5, или Ф5, но у черных находится контраргумент, это ферзь Б6, так называемый вариант отравленной пешки, который возникает после хода ферзь Д2, ферзь Б2, ладья Б1, ферзь А3, и идея белых в том, что они пожертвовали пешку, но черные отстают в развитии, и белые будут пытаться доказать, что черные были неправы. Но кроме хода ферзя на Д2, также может встретиться ход конь Б3, здесь в старину был ход такой, ферзь Е3 шах, и поэтому так не играли, но сейчас можно играть скромнее, можно играть слон Е7, допустим, ферзь Ф3, например, конь БД7, 3 0, ферзь С7, чтобы подготовить ход Б5, например, слон Д3 и Б5, и опять-таки возникает примерно равная игра с обоюдными шансами. Однако, когда я так говорю, в варианте Найдерфа малейшая неточность может вот эту равную игру с обоюдными шансами просто перевести в игру без шансов за какую-либо сторону. Возвращаясь к ходу А6, также стоит отметить ход, например, на С4, который ведет к атаке Созина. Здесь было бы неуместно играть Е5, потому что опять-таки есть ход коня на Ф5, и уже нету хода Д5, так как надежно поле контролируется, и, соответственно, конь попадает на Ф5, и полный порядок у белых. Также есть ход слон Е2. Опять-таки, можно здесь сыграть Е5, конь Б3, например, слон Е7, 2 0, 2 0, слон Е3, слон Е6, и, в общем-то, возникает примерно равная игра. Вся тяжесть борьбы будет переведена в миттельшпиль. Идеи белых просты, они будут играть Ф4, подрывать пешки центральные черных, будут атаковать на королевском фланге и в центре. Также, возвращаясь к коду А6, хочется подвести небольшой итог. Вариант Найдерфа. Один из самых сложных дебютов. Нескончаемая теория. Я постарался в этом видео отразить лишь основы, базовые концепции, базовые принципы. О более глубоких анализах мы поговорим уже в следующих видео. А у меня на этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч.